здравствуйте друзья сегодня хотелось бы поговорить с вами о глобальном вся прошлая неделя прошла знаете красной нитью прошлой недели стала карбонобесия как я его назвал знаете до этого было вирусобесия теперь у нас карбонобесия глобальные эти форумы глазго какие-то там несуществующие выступления зеленского в пустых залах и отсутствие его во время чтения речи собрались там какие-то митинги по улицам водят грета там заводит всех на улице ух ты видишь то какой пошел но в общем беда знаете зеленский туда съездил на это карбонобесия и сдал и нас и нашу страну и наше будущее теперь мы будем извините в кавычках аграрной средневековой феодалии как правильно написал на эту тему алексей кущ всем советую на него подписаться и читать умные вещи пишет все эти игрища вокруг так называемого карбонового следа и карбоновой нейтральности и прочее это просто новая мировая сегрегация богатые страны вводят налог на нищих на нищих накидывают на них удавку чтоб те не развивались и чтоб всегда стояли перед кавычках извините белыми в наступательной в кавычках как говорит наш президент позиции золотой миллиард делает все чтобы сохранить свое господствующее положение весь золотой миллиард срочно включил режим дурочка и изображает вид что не знает о 26 тысячелетних циклах прицессии земной оси что приводит к циклам похолодание и потепление но кто не знает гугли в помощь по слову прицессия то у них коровки пукают и нужно налог на коровок то у них уголь воняет не поверите забыли про свою индустриальную революцию да теперь воняет и нужно шахты закрыть да вот так а зеленский рад подлизнуть квартал 95 извините твори бардак он тут проездом со своей прислугой а тем временем китай индия и россия и не поверите даже сша с рядом других стран показали пол руки этим товарищам из миллиарда и сказали что они суверенны суверенны и заботятся о своем своем подчеркиваю народе но к ним я думаю скоро примкнут многие другие по данным за 18 год потребление первичных энергоресурсов китая составила огромную цифру там 28 миллиардов через 280 миллиардов тонн нефтяного эквивалента из которых на уголь пришлось практически 70 процентов кстати 70 процентов на уголь на нефть почти 20 на гидроэнергию но приблизительно около 10 на природный газ 5 процентов на ядерную почти один процент на прочее возобновляемые источники друзья мои ветряки кизяки и прочее 1 и 5 представляете вот вам и ветряки с панельками да вопрос куда их еще утилизировать и ветряки и панельки именно поэтому начал расти газ он ведь меньше карбона имеет чем уголь а скоро его вообще зеленым признают вместе с атомной энергетикой потому что есть россия и франция а ку-ку если зеленский подписал все для золотого миллиарда то это значит что мы либо зависим на сто один процент от российского газа того самого экологически чистого хоть его ничего да на сто один процент от российской белорусской электрики той самой и на 50 процентов как минимум от внешних поставок угля ну это наверное собственно рянаш уголь да который почему-то вдруг становится каким-то чужим но его якобы нам доставляют другого конца света ну или либо друзья мы мы превращаемся в село вишнево без хрущи потому что они уедут в польшу на апеллении финита